В этом году вновь детская школа искусств открывает двери для юных талантов. О том, как будет организован учебный процесс, узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях директор детской школы искусств Ирина Пудовкина. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас в студии. Поздравляю вас с юбилеем. В этом году школа у нас отмечает 65-летие. Как будете отмечать и будет ли концерт праздничный? Действительно, добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, Любовь. Конечно же, год для нас очень такой волнительный, торжественный. 65 лет исполняется детской школе искусств. Детская школа искусств была создана в 1955 году, 23 июня. И с этого момента начинается история сначала детской музыкальной школы, а с открытием художественного отделения была преобразована в детскую школу искусств. Конечно, планы были огромные, этот юбилейный год. Но пандемия внесла свои коррективы. 23 июня мы обозначили эту дату. В СМИ у нас и репортажи были сделаны. А праздничные мероприятия у нас запланированы на ноябрь месяц. Но боюсь уже загадывать, поэтому мы просто будем надеяться, что ситуация нормализуется, и мы сможем с достоинством провести юбилейный концерт, на который пригласим их наших ветеранов и выпускников нашей школы, и наших родителей, наших преподавателей. То есть это будет большое массовое мероприятие. В случае, если будет все хорошо в ситуации. Сейчас школа работает по двум направлениям. Это художественное и музыкальное отделение. В музыкальном отделении обучают на скольких инструментах. Действительно, школа к сегодняшнему дню подошла с хорошими результатами. Если детская школа искусств начинала свою историю с пяти ребят, которые были набраны в музыкальную школу, то сегодня у нас обучается 700 детей. 100 с небольшим ребят обучается в детской школе искусств в поселке Искатели, филиале нашим. И остальные ребятки учатся в городской школе Учейского, 24. Музыкальное и художественное отделение. Огромное отделение, замечательное отделение. На музыкальном отделении у нас производится обучение по классическим инструментам. Это, конечно же, фортепиано, с которым начинается история нашей школы. Скрипка. Ну и народные инструменты, любимые мои инструменты. Самые, я считаю, веселые наши народники-музыканты. Это дом, рабалавайка, баяна, кардион. Есть и эстрадники в нашей школе, ударные инструменты, саксофон, флейта. Но флейта, как на сегодняшний момент, преподаватель у нас ушел на пенсию, и мы будем сейчас продумывать вариант приглашения другого преподавателя. Наборавлений очень много. Я думаю, что каждый в нашей школе сможет найти себе по душе. К эстрадным инструментам я, конечно же, еще отнесу электрогитару, на которой тоже ведется преподавание в нашей школе. Набор полностью укомплектован? Есть ли возможности у тех, кто не успел подать заявление, но очень хочет обучаться, пополнить ряды дыши? Да, действительно, на сегодняшний день на некоторых отделениях есть еще вакантные места. Добра, балалайка, баяна, кардион. В искательской школе еще и класс электрогитары. Полностью набор закончен на инструменты фортепиано. Также мы еще будем рады видеть скрипачей в нашей школе. На сегодняшний день такая ситуация. Есть ли конкурс при поступлении? Как вообще организовано? В 2013 году Министерство культуры разделило все наши программы в детских школах искусств на предпрофессиональные и на общеразвивающие. Предпрофессиональные, они ориентированы для более профессионального обучения учащихся. То есть для того, чтобы они в будущем выбрали профессию музыканта или художника. Очень радостно, что в нашей школе такой процент обучающихся очень большой. Примерно 50% ребят обучаются по предпрофессиональным программам на бесплатном обучении. А общеразвивающие программы Министерство дало нам волю. Мы можем подстроиться под каждого ребенка. И целью стоит на сегодняшний момент обучать всех детей в детской школе искусств. Поэтому главное, чтобы у ребенка было желание. И если уже в процессе работы мы понимаем, что ну не музыкант он, ну не художник, то, конечно, с общими усилиями с родителями мы принимаем какое-то решение и меняем направление нашей работы. То есть даже если нет минимального слуха, то в школу можно поступить спокойно? Поступить можно на те инструменты, где есть вакантные места. И потом уже если ребенку очень тяжело учиться, и он не испытывает большого удовольствия от этих занятий, все-таки надо помнить, что мы дополнительное образование, не основное, то тогда, конечно, с родителями принимается решение о том, что попробовали, мы дали шанс, но не получилось. Значит, это не его направление. Занятия проходят каждый день? Вообще, надо понимать, что детская школа искусств — это не кружок, это школа. Это большая нагрузка на учеников. Я всегда говорю, что дети — герои, которые заканчивают и детскую школу искусств, и общепроизводительную школу. Да, потому что мы понимаем, что к выпуску доходит процентов 40. То есть мы первоклассников имеем одно количество, на выпуске это процентов 40 доходит до выпускного класса, потому что это огромный труд. И если на художественном отделении вся работа практически заключается на уроках, но большая аудиторская нагрузка у детей, то у музыкантов это огромное домашнее задание, это огромная домашняя подготовка. И без музыкального инструмента, без заинтересованности родителей в обучении нашей детской школы искусств к успеху мы не сможем подойти. Еще тяжелее было в период коронавируса, как с этим справились, как вообще проходил учебный процесс. Все ли успели, освоили программу? Да, действительно, для нас шоковая ситуация произошла в конце марта, и вот эти мартовские каникулы, они были для того, чтобы немножко прийти в себя, снять этот шок и все-таки настроиться на дистанционное обучение. С 4 апреля детская школа искусств вошла впервые в историю, в дистанционную форму обучения. Сложностей было очень много. Но я хочу сказать огромное спасибо нашим преподавателям. Я хочу сказать огромное спасибо нашим родителям, наших учеников. И, конечно же, самим ребятам за то, что общими усилиями постарались преодолеть за сложное время. Было нелегко. Не все, может быть, у нас получилось, но мы старались. Здесь отрадно, что 65 выпускников, которые закончили детскую школу искусств именно в 65-летний юбилей, вот такие магические цифры, 65 выпускников, 65-й юбилей школы, закончили выпускники с хорошими выпускными экзаменами. Экзамены проходили тоже в дистанционной форме, где-то с помощью Zoom, где-то с помощью видеозаписи. То есть это действительно была большая работа. Для нас это были, такое слово сейчас, может быть, модное, инновации. Вот они, инновации, нас коснулись в полной мере. На сегодняшний день я могу сказать, что процентов, наверное, на 80 мы готовы переходить за дистанционное обучение. Но мы понимаем, что оно никогда не заменит очного обучения, тем более на музыкальных инструментах. Когда тактильное прикосновение с учеником, когда душа педагога должна присутствовать вживую, а никак не в мониторе компьютера. Ребята волновались, когда сдавали такой дистанционный экзамен? Ребята волновались. Во-первых, они проходили вот эту вот выпускную программу, готовили в домашних условиях. Но отрадно, опять же, что они соблюли все наши требования к выпускным экзаменам. Ребята были все нарядно подготовлены к своей записи, помогали родители, то есть родители ввели видеосъемку, направлялись все видеозаписи вовремя. Мой телефон в один момент просто-напросто отказался уже воспринимать, потому что все выпускные экзамены, записи, прослушивания, они шли и на мою тоже электронную почту, и на WhatsApp, и Viber. То есть к концу года я прослушала всех выпускников, чтобы иметь представление. Такой возможности во время очного обучения у меня не всегда бывает, потому что я в силу своих физических возможностей не могу присутствовать на всех выпускных экзаменах. Тут я могу с гордостью сказать, что я прослушала всех выпускников. Я прослушала, кто как подготовился в выпускную программу. И педагогов своих на заключительном педагогическом совете в мае я благодарила за то, насколько качественно была подготовлена выпускные экзамены, и ребята к выпускным экзаменам подготовились. Все сдали выпускные экзамены с успехом. Есть диплом об окончании музыкальной школы. Что он дает тем детям, которые решили не связывать свою жизнь с музыкой? Действительно, наша школа государственная, и мы выдаем свидетельство об окончании детской школы искусств государственного образца. О чем это говорит? Во-первых, на сегодняшний момент идет обсуждение, и уже этот законопроект идет в обсуждение о том, что свидетельство об окончании детской школы искусств прибавляет 2 балла при поступлении в высшее учебное заведение. То есть немножко статус детской школы искусств приподнимают тем самым. В некоторых институтах уже практикуется эта форма, особенно Москва и Санкт-Петербург. Но, мало того, если даже они не станут музыкантами, то это свидетельство никогда не будет им лишним. Но напомню, что все-таки наше свидетельство — это первая ступень в дальнейшем обучении, в трехступенчатой системе музыкального и художественного образования. На сегодняшний момент я могу не знать точной информации, кто у нас поступил, но знаю точно, и с гордостью об этом говорю. Канни Филья, выпускник нашей школы, поступил в Архангельский музыкальный колледж на бюджет, на народное отделение на баян. Филиппов Алексей при огромном конкурсе поступил тоже в Архангельский музыкальный колледж на эстрадную гитару. То есть продолжается наше дело. Ведь традиция нашей школы в чем заключается? На сегодняшний день в школе работают 60 преподавателей. Из них 90% — это выпускники нашей родной школы. Наше дело продолжается. Есть замена, мы готовим себе замену. Ребята возвращаются обратно к нам в школу, и молодые специалисты приезжают, и это замечательно. В школе 65 есть ли традиции старые и новые? Наверняка это уже такой большой семейный коллектив. Да, действительно. Когда я говорю, что у меня уже 25 лет стажа в школе, я немножко лукавлю. К этим 25 годам уже прибавить 5 лет учебы в моей школе. То есть получается уже 30. Это большая дружная семья. Это замечательный коллектив, очень творческий коллектив. Может, немножко и сложный коллектив, потому что у нас женщин в коллективе намного больше, чем мужчин. Но мы своих мужчин очень оберегаем, музыкантов. Конечно, пробуя какие-то новые методы, впереди мы все-таки в угла ставим традиции, которые заложены нашими коллегами, нашими ветеранами. Это наша школа, которую мы стараемся марку держать и стараемся уровень держать и показывать наш уровень на конкурсах различных, когда выезжаем в другие регионы. Есть ли возможность у взрослого населения обучиться на платной основе? Конечно. В вашей музыкальной школе есть. У нас есть скрипач на сегодняшний день, у нас гитарист на сегодняшний день и пианистка, которые обучаются уже взрослые. Люди обучаются детской школе искусств, получают платное образование. Почему бы и нет? Что для этого нужно сделать? Прийти написать заявление? Прийти написать заявление, заключить договор с учреждением, потому что мы понимаем, что это все-таки платные услуги, потому что дополнительное образование по уставу у нас в основных группах до 18 лет. То есть принять мы основные программы не можем. На платные услуги, пожалуйста. Кто-то реализовывает свою давнюю мечту, как мечтал играть, но не было возможности или рос в том населенном пункте, где не было музыкального образования. Художники у нас занимаются, художественное отделение, группа. Занимаются медицинские работники, скажем так. Вот они уже второй год у нас занимаются и очень довольны и счастливы. То есть это не одногодичные курсы, они несколько лет или в зависимости, сколько занятий я захочу взять? Сколько захотите, столько и, как говорится, можете взять. Но вот именно вот этот костяк, который сложился на художественном отделении, группа платная взрослых, она у нас держится на протяжении уже двух лет. Это медицинские работники, мы их всех знаем очень хорошо, и они с удовольствием приходят, рисуют, и потом обмениваются. Недавно эти услуги предоставляете, да? Да, совершенно верно, да. Два года назад мы попробовали все-таки в связи с потребностью взрослых. То есть люди обращались с такой просьбой? Да, совершенно верно, и это возникло само по себе. Конечно, бы хотелось платных услуг больше запустить, но, к сожалению, на сегодняшний день мы очень ограничены в помещениях. Школа растет, количественный состав растет, увеличиваются программы, количество часов у учащихся, а здание не позволяет нам расширить эти все услуги. С прошлого года мы тоже запустили платные услуги на художественном отделении, где тоже малыши занимаются у нас. Но вот сейчас мы сентябрь откроем, основные программы сначала, а потом уже в сентябре основные, а вот в октябре уже начнем готовить платные услуги, то есть по потребностям наших жителей. Несмотря на коронавирус, было много побед в прошлом учебном году. Вот самый яркий, назовите, пожалуйста. Да, ну, наверное, для нас самой большой победой было дело в том, что наши ученики народного отделения, мы раз в три года принимаем участие в Архангельском региональном конкурсе. Вроде бы слово региональный, вроде бы слово Архангельск, почему не Москва, почему не Санкт-Петербург, но для нас этот конкурс очень важный. Этот конкурс программный, ребята готовят огромную программу. Мы выезжаем в Архангельск, где видим уровень нашего региона. Не низко основного круга, а Архангельская область. Все равно мы ориентируемся на Архангельскую область по уровню подготовки наших выпускников. И для нас этот конкурс внутренний, очень престижный. Участие в конкурсе. В прошлом году мы готовили к этому конкурсу для выезда 17 наших учащихся, но, к сожалению, пандемия внесла свои изменения, и конкурс попадется дистанционно. И как было приятно, когда мы получили результаты этого конкурса, и 15 ребят из 17 стали лауреатами этого конкурса, были высоко оценены на жюри. Это для нас очень высокий результат. Но кроме того, ребята участвуют очень много с педагогами в дистанционных конкурсах, направляют свои работы. Сейчас это очень для формирования портфолио учащихся, это очень важно для их значимости, для их самоутверждения. Это огромный плюс для ребят участвовать в конкурсах, даже дистанционно. Есть ли ученики, которыми можете похвастаться среди музыкальных? Вы знаете, я, наверное, сейчас хвастаться не буду никем, в связи с тем, что я могу кого-то сейчас назвать фамилию и обидеть тем самым. Вы знаете, первоклассники меня, когда видят, спрашивают, что все эти знаете, потому что я со всеми ребятами здороваюсь по именам в школе. Поэтому для того, чтобы просто не обидеть, у нас есть звездочки, а есть ребятки, которые с душой с такой занимаются в музыкальной школе и в художественной школе. Поэтому вот на сегодняшний момент я просто обойдусь без имен, с вашего позволения. Конечно. Со скольки лет можно поступить в музыкальную школу? Детскую школу искусств. Мы на музыкальное отделение с пяти лет. Это подготовка... Ранее эстетическое. Ранее эстетическое отделение, да, подготовка к основной школе. Практика показала, что отделение себя уже зарекомендовало, на него очень большой спрос. И ребятки постепенно входят в нашу школу. То есть сначала у них в первый год два часа, во второй год у них уже три часа, и вот они к первому классу подходят уже к нагрузке четыре с половиной часа. То есть эта постепенность, она себя очень оправдывает. Потихонечку они вливаются в наш коллектив и уже целенаправленно идут дальше заниматься. На художественное отделение мы берем ребят семи лет. Но вот уже два года мы не можем сделать полноценный набор в первый класс на художественное отделение. Это опять же связано с помещением. А что-то... Есть какая-то возможность расширить помещение? Наверное, пока нет, да? Пока нет. Дело в том, что не каждое помещение подойдет нам под художественное отделение. И это вопрос очень серьезный. И подойти к нему абы что, мы тоже не можем себе позволить. В конце концов, у нас есть санитарные нормы и правила, у нас есть проверяющие органы, поэтому вопрос немножко на сегодняшний день сложный. Как менялись в течение многих лет спрос на музыкальные инструменты? Вопрос очень понятен. Да, конечно. Во-первых, фортепиано. Это классика. Какая мамочка не мечтает, чтобы ее дочка села и сыграла на фортепиано? Конечно же, фортепиано это в приоритете. Народные инструменты 80-90-е годы, я сама заканчивала музыкальную школу по классу Добра, были очень популярны. И сейчас мы имеем хорошее, крепкое, такое очень на высоком уровне отделение народных инструментов, потому что наши выпускники вернулись обратно в школу. На сегодняшний день, конечно же, в приоритете у нас эстрадники. Это ударные инструменты, это электрогитара, это саксофон, потому что это направление модное, это направление современное. Ребята получают навыки, которые они потом могут применить в своей жизни, с их увлечениях. Какие-то создаются коллективы, ансамбль создаются, и им от этого, им интересно этим заниматься, поэтому спрос сейчас начинает у молодежи расти именно к ударным инструментам и к электрогитаре. Много учеников на эстрадном отделении? На эстрадном отделении учеников не так много, порядка 20, но и у нас и педагогов, так, к сожалению, на эстрадном отделении не так много, но это еще новое отделение, совсем он только-только появляется, только встает на свои, скажем так, на ступеньки, вот, так, конечно, я думаю, что спрос будет пользоваться. А сколько лет проходит обучение? Тоже так же на программах 5-7 лет, это классическая школа, мы даем свидетельство об окончании государственного образца, и мы включаем все предметы, которые должны быть по учебному плану. Это ведь не только музыкальный инструмент, это и музыкальная литература, где они знакомятся с музыкантами, а на художественном отделении это история искусств, где, конечно, имя Левитана будет знакомо очень хорошо. У них есть альфеджио на музыкальном отделении, на художественном композиция, скульптура, то есть полный комплекс всех предметов. На выходе мы имеем людей не узконаправленных, а в музыкальном, в художественном направлении это образованные люди. Ребята могут показать свои умения на отчетных концертах, я знаю, они в каждом полгодии вас, по-моему, проходят. Каждый год. Каждый год. Расскажите о них подробнее. Но вот в этом году у нас действительно должен был быть большой концерт. В апреле был запланирован во Дворце культуры Арктика, который не состоялся. Действительно, для нас это своего рода отчет. И отчет даже не перед нами, а отчет перед жителями. Для того, мы делаем его специально накануне поступления в музыкальную школу, чтобы пропагандировать нашу детскую школу искусств. Художники готовят великолепную выставку, которая располагается в фойе Дворца культуры Арктика. Музыканты готовят замечательный концерт. И практика показала, вот после этих концертов заявлений в первый класс значительно больше. То есть, это лучше всякая реклама. Когда дети и родители, они могут, во-первых, выбрать на этом концерте какой-то музыкальный инструмент, потому что зачастую ребята не имеют возможности услышать их. И потом уже поступить к нам в школу. Правда ли, что после окончания музыкальной школы, именно нашей Нинецкого округа, ребята легко поступают и в училищи музыкальные, в институте? Да, действительно поступают не только музыкальные училища и вот художественные направления, но я хочу отметить, что это особо ребята чем? Особенно музыканты. Они очень хорошо адаптированы для того, чтобы держаться на публике. Постоянно в год несколько раз концерты, академические зачеты, технические зачеты, контрольные уроки, все идет на публике. Поэтому для них выйти и выступить, даже не на музыкальном инструменте, а именно выступить в какую-то речь, может быть, там доклад произвести, не составляет большого труда. То есть в рамках социализации я вижу, что эти дети, они намного свободнее себя держат. И, конечно же, и большое дело держать публику, и большое дело обладать какой-то харизмой, как ты можешь публику направить на себя. Художники, они у меня, может быть, более скромные люди, они больше любят уединение и поработать с работами. Но вот у музыкантов это отличительная черта, конечно. Есть ли ансамбли при музыкальной школе? Конечно. Коллективное музицирование, наверное, самая благодатная область, где ребята могут показать себя. Во-первых, не каждый ребенок может выйти сразу на сцену. Конечно. Это большой стресс. Когда у нас одна мамочка после академического концерта, где ребенок сыграл не очень удачно, начала на него ругаться в коридоре, ну, сказывать свое мнение, я подошла и сказала, говорю, а вы попробуйте сами выйти на сцену и прочитать мне сейчас даже того же Пушкина какой-то отрывок. Вот выйдите просто на сцену. Она вышла, она двух слов стоять не смогла, хотя в зале сидела только я одна. Это стресс для ребенка огромный. Это накапливается, это появляются потихонечку концертные навыки. Поэтому ансамбль в данном случае это выход из положения. Ты знаешь, что ты вышел не один на сцену. А если еще ансамбль с преподавателем, то есть у нас есть замечательный ансамбль вдохновения гитаристов, руководитель Родиона Ольга Вячеславовна. Большой, огромный состав. Ольга Вячеславовна причем старается из самых детских самых первоначальных классов посадить в этот ансамбль. Они чувствуют необходимость в этом коллективном музицировании. Они постоянно приходят на репетиции поздно, днем, в воскресенье. Родители огромную поддержку оказывают, чтобы детей нужно же привезти и где-то помочь там и переодеться и так далее. Из коллектива они выходят с огромной радостью на сцену. Тут даже уже не волнение сыгрывает, а уже вот общее дело, ради которого они вышли все на сцену. Это замечательно. Оркестры у нас и хоры выходят на сцену, ансамбли различные по составу, ансамбли скрипачей замечательные, но это считаю, что самое благодатное. А балалаишники веселые какие, которые по одному может и не выйдут, а вместе они выйдут, но на них любодорого посмотреть, а послушать еще лучше. Артистизм воспитываете, Ирина Олеговна, это, наверное, пригодится и в жизни, даже если они не будут музыкантами и умение держаться на сцене. Совершенно верно. Ведь наша задача, мы не ставим перед собой стать профессиональных музыкантов и художников. Мы даем дополнительное образование, которое все равно наложит свой отпечаток. В городе очень много наших выпускников живет, которыми я общаюсь, и которые к нам приходят в школу, и уже мои выпускники, как говорится, своих детей приводят к нам в школу обучаться. Они всегда с благодарностью вспоминают нашу школу и говорят, что нет-нет, это за музыкальный инструмент садимся. Моя выпускница Вероника живет сейчас в Санкт-Петербурге. Давно уже работает, давно закончила. Вероника Тайбари, она в Хаяре у нас танцевала. Как отрадно, когда Вероника забрал с собой домру туда, приезжая в Наринмар, везет с собой домру всегда и приходит ко мне, встретитесь со мной, помогите мне, пожалуйста, я не могу разобраться с произведением. То есть у нее эта тяга, она не стала профессиональным музыкантом, она ушла вообще это тяга быть прекрасным рядышком, иметь такое хобби замечательное. А это ведь большое дело знать музыкальную грамоту, она очень сложная. А действительно очень сложная. Ваш коллектив можно назвать образцово-показательным, люди приходят на работу, остаются десятилетиями работать, да? Как поддерживать педагогов, обучаете ли вы их на курсах? Но, действительно, если загнуть трудовую книжку почти каждого преподавателя, то у нас существует только две записи. Пришел после окончания музыкального колледжа, и ушел на пенсию. И ушел на пенсию. Совершенно верно. 40 лет, 45 лет стаж есть, 30 лет, даже не говорю уже. В этом году мы делали статистику, у нас уже молодые педагоги, которых я отношу к молодым специалистам еще, оказывается, у них в этом году уже 20 лет стажа. То есть, это люди, которые пришли и другой профессии себе просто не представляют. То есть, это люди, которые выбрали профессию не просто от того, что так получилось, а от того, что у них где-то в глубине души эта профессия. Замечательно, это вообще, это здорово. Моей заслуги тут никакой нет, сразу скажу. Может быть, мой оптимизм какой-то и в этом поддерживает их. А так, это просто и большая заслуга и любовь к любимому делу. А курсы повышения без них никуда. Это и наши требования, и наша необходимость в этом обязательно совершенствоваться. семинары, видеоконференции, вебинары. Сейчас модное слово в связи с пандемией мы не сам можем очно участвовать, но очень интересно вебинары проводятся сейчас в режиме онлайн, и мы их посещаем и выглядаем. Вы тоже выбрали эту профессию. Почему? Кто привез вас, привел вас к музыке? Родители захотели наверняка, да? Вот нет. Сами? Вот нет. Как раз папа у меня обучался в детской школе искусств тоже. Ну, там была еще детская музыкальная школа. Тетушка моя закончила, тоже музыкальную школу, была пятой выпускницей в этой школе Батманова Клава. Отец Олег Владимирович Батманов тоже закончил музыкальную школу, и когда я пошла, он был не очень хорошим учеником, скажем так, в нашей школе музыкальной, он этого не скрывает никогда, хотя замечательно поет и играет, он играл в духовом оркестре. Он говорит, зачем тебе это? Ну, не ходи ты в музыкальную школу. Ну, однако, я пошла, поступила сначала на баян, но в тот год не приехал преподаватель, и на следующий год уже на домрочку я познакомилась со своей соседкой, которая играла на домре, мне тоже захотелось играть на этом инструменте, но самое главное это любовь не только к музыке, но и к преподавателю, к которому я ходила. Мне так хотелось быть похожей на нее, мне так хотелось тоже работать с детьми, ходить на работу с удовольствием, заниматься музыкой, и вот этот вот стереотип, этот педагог сейчас работает рядом со мной, это Яшинева Наталья Владимировна, мой наставник, мой учитель, мне вообще с учителями в жизни очень везло, и мне всегда хотелось, я знала почти со второго класса, что я закончу музыкальную школу, я закончу музыкальное училище, и я вернусь работать в музыкальную школу, но только, конечно, жизнь своей уже теперь предъявляет требования, я еще закончила консерваторию Петрозаводскую, а Юрий Васильевич Козийцын, директор нашей школы, который более 20 лет руководил нашей школой, он однажды в коридоре мне сказал, Ира, занимайся хорошо, когда-нибудь ты станешь директором школы. Я не знаю, как это произошло, эти слова мне запомнились надолго, и где-то там это все было услышано, и вот так получилось, сначала педагог, потом завучек, потом уже... Это очень важно, когда влюбляешься в своего учителя, да? Да, и очень хочешь быть похожим на него. К вам уже приходят вообще малышки, да, с пяти лет? С пяти лет, сейчас рядом со мной работают уже мои выпускники, Роза Кропотина, которая закончила детскую музыкальную школу, детскую школу искусства, закончила Архангельский музыкальный колледж, сейчас заочно учится в Московском государственном университете культуры, она работает рядом со мной, это уже... То есть, мое дело продолжается, моя выпускница Чуброва Раиса Михайловна, которая тоже закончила нашу детскую школу, колледж, сейчас учится в Вологодском педагогическом институте заочно, работает рядом со мной, то есть, дело-то наше продолжается, я вижу горение в их глазах, я вижу желание работать, я вижу, как они... Хотя что-то новое принести в нашу работу, в наше учреждение, я не точно... Я вижу, как они любят эту школу точно так же, как любим ее мы. Ирина, что нужно сделать родителям, чтобы стать частью детской школы искусств? Поступить? Для того, чтобы поступить? Для того, чтобы поступить, нужно просто-напросто либо обратиться к нам в детскую школу искусств, либо через навигатор, который сейчас уже запущен, либо посредством электронной почты можно к нам обратиться на сайте у нас в разделе поступления в школу есть и заявление, и вся необходимая информация, связаться с администрацией школы, переговорить, может быть, прийти. У нас очень популярные, два года мы уже проводим, недели открытых дверей. Это замечательная форма накануне поступления, когда мало того, что родители могут прийти познакомиться с нашей школой, но ребята могут посетить уроки, то есть непосредственно идет урок, ребенок может зайти с родителями и посмотреть, как занимаются наши ребята, чтобы иметь представление. Эти недели открытых дверей дали огромный толчок при подаче заявлений, то есть к нам пошли первоклассники учиться в нашу школу. Поэтому самое главное, чтобы желание было. Но для того, чтобы стать друзьями нашей школы, нужно просто поддержать своего ребенка. Ему непросто будет учиться в нашей школе, потому что нагрузка очень большая. Конечно, заинтересованность родителей начинается не только в том, чтобы поддержать его морально, но на музыкальном отделении это обязательно приобретение музыкального инструмента, потому что без музыкального инструмента продолжать... А если это будет синтезатор вместо фортепианы? Ну, я вам скажу, что наши пианисты вас не поддержат, потому что школа классическая, классическое звучание, классическое преподавание... Отличается. Да, отличается. Если бы это было бы эстрадное, но сегодня у нас нет эстрадного фортепиано, тогда да, конечно, синтезатор это было бы палочкой-вручалочкой, но на классическом фортепиано это должно быть только классический инструмент. Ирина, спасибо большое, Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Очень интересно было с вами пообщаться. Будем ближе теперь к музыке. Спасибо большое. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был директор детской школы искусств Ирина Пудовкина. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok